Слава Рязанскому гвардейскому десантному училищу! Кузнецы кадров, воспитавшие более 50 героев Советского Союза и более 80 героев Российской Федерации. Училище ВДВ славится далеко за пределами страны. Его выпускники становятся прославленными военачальниками, государственными и политическими деятелями, в том числе руководителями иностранных государств. Столетия крылатой пехоты продолжают отмечать в Рязани. Сегодня училище переживает второе рождение. В УЗИ появилось самое современное оборудование. В систему подготовки внедряются передовые технологии. Под руководством профессионалов высокого класса будущие офицеры проходят отличную школу. Они выходят из училища настоящими специалистами. Торжество развернулось на площади Ленина. Маршем прошли подразделения училища и колонны парадной техники, автомобили «Тигр-М», «Рысь», боевые машины десанта и БТР. Десантники продемонстрировали владение холодным огнестрельным оружием, умение быстро и слаженно проходить полосу препятствий. Очень большое впечатление, потому что я посвятил десантным войскам 8 лет. Лично был прокурором гарнизона и возглавлял маргеловское все движение. И мы все с Маргелом решали все проблемы на матросской тишине в городе Москве. Пол жизни десантником, пол жизни адвокатом – это вдохновение по жизни. Служил в нашем рязанском 137-м прошу десантного полку. У нас дедушка служил здесь. Вот мы обязательно всегда ходим на все праздники. Нам очень нравятся парады. Да. Кто у тебя военный? Дед? Да. И папа. В параде приняли участие и мобильные войска. Десантники показали мастерство вождения квадроциклов, а также умение обращаться с лошадьми. На службе у них не только гордые рысаки, но и небольшие особи для перевозки боеприпасов. Стоит отметить, что каждый курсант является кандидатом или мастером спорта по боевым искусствам. Об их выдержке и силе ходят легенды. Я в пятом классе поступил в Коядский корпус имени Александра Ивановича Лебедя. Он был генерал-лейтенант с лошадьевых войск. Я взял с него пример. С пятого класса хотел поступить в Рязанское детское училище. Вот моя мечта сбылась. Особым пунктом программы стал показ тактического эпизода. По сюжету преступники занимаются изготовлением шахид-мобилей, транспортных средств для перевозки террористов-смертников. Задача десантников – ликвидировать лидера группировки и производственный цех. Посмотреть на элиту российских войск собрались взрослые дети. Родственники курсантов приехали из других городов. Ну что, Рязань, Солица, ВДВ, конечно, слышали, да. Все празднично, классно, все просто супер, настроение отличное. Слов нет, слезы. Молодцы, ребята, очень понравилось нам, вот моя с внучкой здесь, хорошо все так устроили. Так что мы очень довольны, что пришли посмотреть. Параллельно с юбилеем училища проходит акция военной службы по контракту «Твой выбор». Она длилась семь дней и развернулась на территории Рязанской области. В рамках нее более трех с половиной тысяч рязанцев заинтересовались военной службой по контракту ВДВ. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».